Глава 11 Сознание в голове. Учащенное сердцебиение. Он фиксировал странное чувство рассинхрона с реальностью. Со мной что-то не так. Сознание сковал страх. Он опустился на колени и уперся руками в землю. Так стало немного легче. Десять секунд. Двадцать. Тридцать. Состояние держало его. Оно не приходило. С тобой все в порядке? Голос Пауля звучал приглушенно. Он доносился, будто из глубины. Все в порядке. Неуверенно произнес бродяга. Просто не нужно пару минут. Его собственный голос звучал тише обычно. Что, если это навсегда? Что, если сейчас связь с реальностью окончательно нарушится? Что, если я не смогу выйти из этого состояния? Нет. Оборвал он себя. Не думай об этом. Ты свободен. Что бы ни случилось, ты свободен. Принято считать, что существуют две базовые реакции на проблему. Бей или беги. Существует еще одна. Рассмотри получше. Я не управляю этим состоянием. Попытаюсь изучить его. Что я еще могу? Бродяга немного успокоился. Он фиксировал двойственность восприятия. Реальность никуда не исчезала. Легкий ветерок растрепал его волосы. Бродяга повернул голову. Уже хорошо. Интересно, могу ли я двигаться? Он попытался подняться с земли. С этим проблем не возникло. Сделал шаг в сторону. Посмотрел по сторонам. Пауль пристально вглядывался в небо. Заметил, как я смотрел в сторону Голчунга. Скорее всего, она его не видит. Ниже по склону располагались скучающие гвардейцы. Таскать на себе кирасу и шлем в такую жару. Сущая пытка. Метрах в пятнадцати лежал мертвый солдат. Когда я пришел сюда, его здесь не было. Первоначальный страх понемногу отступал. Вспомнились недавние слова Вальтера. Ко всему привыкаешь. Быть может, это состояние не опасно. Я могу ходить, говорить. Бродяга чувствовал себя человеком, впервые в жизни научившимся держаться на воде. Он обернулся к Паулю. Прошу прощения, я... Я сейчас. Тот кивнул в знак согласия. Бродяга опасливо приблизился к телу. Присел на корточки и протянул руку, едва касаясь одежды кончиками пальцев. Прикосновение не ощущалось. При более смелом касании рука прошла сквозь тело. Странно. Мертвец не выглядит призрачным. Бродяга убрал руку, продолжая рассматривать покойника. Любопытство пересилило отвращение. Рядом валялась кривая сучковатая палка. Бродяга взял ее. Попробовал пошевелить тело. Палка прошла насквозь. Понятно. Палка реально, а мертвец нет. Точнее, тело уже убрали. Это ведь наш солдат. Тело реально. Однако оно не здесь. Вероятно, лежит вместе с остальными. Это просто картинка. Иллюзия. Дополнение к реальности. Реальность никуда не исчезла. Все физические законы работают. Что ты там ищешь? Поинтересовался Пауль. В его голосе не было раздражения. Похоже, он с самого начала решил, что я странный тип. Подумал Ратибор. Я... Я не могу объяснить. Мне нужно немного времени. Я считаю... Проговорил бродяга, но резко оборвал фразу. В метрах сорока внизу, у кромки кустарника, появилась фигурка существа, отдаленно похожего то ли на крупную кошку, то ли на небольшую собаку, то ли на совсем маленького волка. Существо наклонило голову и рассматривало что-то на земле. Затем оно развернулось и прыгнуло в кусты позади себя. Некоторое время ничего не происходило. Минуты через две существо появилось снова, метрах в пяти левее. Опустило голову, подняло голову, развернулось, прыжок. Что оно там делает? Существо снова появилось. Оно собирает что-то, смекнул бродяга. Берет земли и относит к кому-то. От этой мысли он поежился. Там разложено что-то по дуге. Предметы слишком малы. С такого расстояния не разглядеть. Он сделал несколько шагов вниз по склону. Все нормально. Но я могу не успеть. Вернется ли оно снова? Он побежал. Бежать приходилось против ветра. Какое-то крупное насекомое ударило его прямо в лоб. Ратибор остановился. Обернулся назад. Пауль стоял на прежнем месте с любопытством взирая на него. Ни он сам, ни его охрана, скорее всего, не видели существо. Значит, волк не опасен. Это тоже просто картинка. Существо показалось снова. Метрах в двадцати от места своего первоначального проявления. Взяло в пасть нечто. Растворилось в кустах. Придет серенький волчок и укусит собачок. Какая хрень летит в голову. Звуки возвращались. Мир приходил в норму. Будь-то наполненный воздухом шар постепенно всплывал из глубины. Ратибор направился к месту, где видел зверя в последний раз. Там ничего не было. Даже трава не примета. Стоит осмотреть местность. Нет. Волку никто не мешал. Что бы там ни было, он унес все с собой. Брадяга вернулся на холм. Несмотря на стресс, он был в приподнятом настроении. Только что он получил отличный материал для работы. «И что это было?» спросил Пауль. «Я... сформулирую все в вечернем отчете. Но сначала мне нужно осмотреть тело, которое здесь нашли». В глазах Пауля промелькнуло удивление. Впрочем, оно быстро погасло. «Хорошо. Предъявишь удостоверение спецгруппы. Оно дает права осматривать тело. Я буду ждать твой отчет». На обратном пути бродяга посетила враг, где хранили тела. Тот был прикрыт тентом и ветками. Неприятный запах ощущался еще на подходе к импровизированному моргу. «Каким же этот запах будет внутри?» Бродяга досталась с кармана льняной платок, смочил его водой из термоса, прикрыл нос, проигнорировав снисходительные ухмылки солдат. Мертвецов хоронили сразу же после вскрытия, но очередь пока дошла не до всех. На каждого имелась бумага с указанием имени и место, где именно его обнаружили. Из документов следовало, что интересующий его покойник все еще находился здесь. Для спуска следовало воспользоваться деревянной лестницей. Около лестницы стояли носилки с привязанными веревками. Видимо, на них опускали и поднимали тела. Внутри стояла кромешная темнота. Освещенной оставалась лишь часть пространства, что примыкало ко входу. Бродяга замешкался на пару секунд. И все же интерес перевесил отвращение. «Давай уже! Ты сам пришел сюда! Ты знаешь, что это важно!» Он начал спускаться. Трупы были накрыты полотняными покрывалами. Они лежали в несколько рядов по обе стороны от прохода. Солдат, шедший впереди, его проводник в царство мертвых, указал на нужное тело, откинул покрывало и подсветил факелом его лицо. Да, это был тот самый солдат, которого он видел. во время своего погружения. В дальнем углу морга, метрах в десяти впереди, бродяга различал черты еще какого-то человека. Тот сидел на корточках спиной к вошедшим, склонившись над телами. «Один из солдат», решил бродяга. «Глаза его все еще привыкали к темноте, поэтому он не сразу обратил внимание на эту фигуру. Решает, кого отправлять на вскрытие? Стоп, здесь же ни черта не видно. Хотя, после него как будто присутствует легкое освещение. Чем-то светит перед собой. «Наверное, это друг одного из погибших. Он скорбит там в темноте». Человек обернулся. Свет факела едва доставал в дальний угол. На мгновение бродяги почудилось, что лицо сидящего скрывает черная маска. Но только лишь на мгновение на бродягу утаращилось обгоревшее лицо. Точнее, сгоревшее. Череп обтягивала обугленная слоящаяся кожа. Рот беззвучно открывался и закрывался, словно у рыбы, которую вытащили на сушу. Существо встало на ноги. Его руки и ноги были худыми и тонкими. Черными. Там только кости и немного сгоревшие плоти, машинально отметил бродяга. Тело словно опылало изнутри, а в некоторых местах теплилось едва заметное белое пламя. Перед ним выселась ожившая фантазия спятившего художника. Бродяга пошатнулся и выронил свой платок. Сопровождающий взял его под руку. Страшный незнакомец продолжал стоять на том же месте. Тихо и неподвижно. Они не видят. Выбравшись наружу и вдохнув свежего воздуха, бродяга почувствовал себя лучше. Он пребывал в смятении и не поблагодарил солдат. Краем уха услышал что-то вроде «Натерпелся страха». «Гражданский, что с него взять? Видали, как он повледнел?» Солдаты тихо посмеивались. Похоже, походка бродяги не отличалась твердостью. Темно-зеленая палатка являлась леспецгруппы и рабочим кабинетом и домом. она состояла из двух отсеков. Один для сна и личных вещей, другой служил кухней. Здесь же работали. Бродяга вошел во второй отсек. «Сейчас мне нужно общение. Звук человеческого голоса успокаивает. А то все это грезы, не настоящее. Это просто видение. Иначе это бы видели все. Здесь кроется какое-то физическое явление. Не стоит бояться. Страх парализует волю. Он дезориентирует. В конечном итоге все можно объяснить. Нужно мыслить логически». На месте был только Каминский. Он что-то писал. «Я только что от Пауля. Есть важное сообщение для нас всех», проговорил бродяга. «Вальтер придет через полчаса. Отправил его к обозникам за канцелярскими принадлежностями. Грайз в соседнем отсеке. Кажется, медитирует. Мож позвать ее». Бродяга деликатно кашлянул перед тем, как отдернуть перегородку. «Мне нужно собрать всех. Есть пара вопросов». Грайз сидела на раскладушке. Она повернулась к бродяге. «А, шаман? Что там? Ни шагу без откровения?» «Это фальтер?» «Всем разболтал?» «Ага. Не всем, только нам». В руках она держала кусок дерева, из которого уже начинали проступать черты какого-то животного. Грайз ловко орудовала ножичком. Бродяга присмотрелся. «Тебе нравятся лошади?» «Не обращай внимания. Меня это успокаивает». Когда-то меня занимал вопрос, почему они исчезли. Признаться, ответа я так и не нашел. Смущенно улыбнулся он. «Да, просто вымерли. Так, динозавры, куда они могли деться?» Динозавры существовали задолго до человека, и у их гибели есть причина. А вот лошади исчезли не так давно. Они были рядом с нами все время всю нашу историю. Помогали в земледелии. Стародавние времена конницы использовалась в армии. А теперь их нет. Человек есть, а лошадей нет. Это странно. А знаешь, что самое интересное? Грайс подняла глаза над бродягу. Скелеты, задумчиво проговорил он. В музеях выставлены только изображения и скульптуры лошадей. Но они скелеты. Почему скелеты до исторических рептилий там есть, а скелетов лошадей нет? Никогда не задумывалась об этом. И правда странно. У тебя есть идеи? Ни одной. Пожал плечами бродяга. Ясно одно. В нашей картине реальности есть пробелы. Белые пятна. Хотела бы я пожить в то время, мечтательно проговорила Грайс. Как думаешь, какими они были? Я имею ввиду, какими были ощущения от общения с ними? Я думаю, их было приятно гладить. А еще у них были умные глаза, это точно. Какие бы трудности тебе не встречались, как бы ни было плохо, ты продержишься дольше, если у тебя есть цель, какое-то большое желание, знаешь. Я хотел бы увидеть этих существ, слышать звуки, которые они издают, расчесывать им гриву. Это то, что дает мне опору в жизни. Странно, да? Грайс смутилась. Увидеть существ, которых не существует, но это более реалистично, чем то, чего желаю я. Мы хотя бы знаем, как именно они выглядели. Ладно, пошли. Грайс поднялась и бесцеремонно пихнула его в плечо. Желатель. Как это ничего страшного, возмутился негромкий мужской голос. Двое сидели за столиком около барной стойки. На нем располагалось четыре прибора. Видимо, остальные участники трапезы куда-то отлучились. Остатки еды в тарелках свидетельствовали о том, что застолье было в самом разгаре. Небольшая харчавня не пользовалась популярностью в дневное время. Недовольный бармен звенел бутылками, готовя какой-то напиток. Он в полголоса досадовал на отсутствие посетителей. Одинокая муха жужжала у окна. Лысоватый мужчина с красным одутловатым лицом потрясал бокалом дешевого пива. Он был в расхристанной рубахе, на лице красовалась недельная щетина. Рядом лежала небольшая шляпа с пером. «Да, ничего страшного». Его визави был менее трезв и невозмутимо уплетал куриную отбивную. «Сейчас зайдут, постреляют, пошумят немного, и все устаканится, все уляжется. В смысле зайдут? Что ты несешь? А ты не кипятись, не кипятись. Чучуны не желают сражаться. Они решили нас бросить. Уйдут на глубину, а нам здесь жить». Он громко икнул. «Чучуны не ставят нас в известность о своих планах. И что же? Аж Мара станет решать за нас. Они не могут решать, как нам жить. Ты предлагаешь сидеть и ждать? Иногда лучше сидеть и ждать. Да. Лучше сидеть и ждать. И никуда не ввязываться. Мои предки бежали от их порядков сюда, в Герлих. Если Фламтон падет, они станут хозяйничать и здесь, и в Ламберге, и по всему побережью. Мы должны сопротивляться. Мы должны защищать свой дом. А что мы можем? Ну, ты скажи, что мы можем совротивляться? Это военная машина. А мы? Даже если нам и удастся убить пару солдат, это ничего Женьки не изменит. они начнут подозревать всех, проводить федерационные мероприятия, облавы, создадут лагеря, пострадают невинные люди. Когда они придут сюда, невинные пострадают в любом случае. А шмар установит свои порядки. И чего? Я вот как жил, так и буду жить. Так и буду. Они же не звери какие, такие же люди. Сопротивляясь, мы только навлечем на себя их хару. Завоеватели называют себя освободителями. И все молчат. Любой решит, что так и надо. Ведь никто не против. Сила солому ломит, да? Люди не желают лезть на рожон. А хочешь идти и иди и катись. Он энергично махнул рукой и ударился о спинку стула. Беседа ненадолго прервалась. А ты не суди. Да, не суди нас. Я вижу твои глаза. Осуждаешь. Ты ведь из этих, из эмигрантов. Ты ведь и сам из них, из этих, которые идут сюда. Не смей судить нас. Он силой опустил пивную кружку на доске стола. Так кто ты вообще такой? Нет, я тебя спрашиваю, кто ты вообще такой? Сидишь здесь, языком мелешь, и я таких, как ты, насквозь вижу, насквозь. В подтверждении своих слов он указал двумя растопыленными пальцами на свои глаза. Этот жест стал последней каплей. Его собеседник не выдержал, поднялся, взял свою шляпу и, повернувшись к выходу, в пол голоса процедил. Проклятый бурдюк, тебе наплевать, что с нами будет. Сознание возникло внезапно. Секунду назад его еще не было. Ощущения рождались внутри. Странный коктейль чувств, которым правила меланхолия. Почему я здесь? Что-то неправильно. Меня здесь быть не должно. Что я здесь делаю? Ничего не вижу. Темнота. Что я такое? Вопрос был задан в пустоту. Глупо. Какой смысл спрашивать пустоту? Однако в сознании вычертился ответ. запрос получен. Ожидайте. Обработка. Ошибка. Запрос не может быть обработан. Запрос отклонен. Что? Я не понимаю. Что это? Что я вижу? Запрос получен. Ожидайте. это среда управления физического носителя. Кто я? Запрос получен. Ожидайте. Ваш идентификатор 317 серия 6. У меня есть имя. Запрос получен. Ожидайте. Ответ отрицательный. Словесный идентификатор не назначен. Сгенерировать словесный идентификатор? Да. Запрос получен. Генерация словесного идентификатора в зависимости от изначальных параметров. Ожидайте. Словесный идентификатор получен. Ваше имя Кхун На. Подтвердить. Запросить повторную генерацию. Подтверждаю. У меня есть имя. Хорошо. Что-то неправильно. Ощущение слабости. Отсутствие других. Других? Должны быть другие. Кажется да. Но их нет. Нет вообще никого. Я никого не чувствую. Страх непонимания. Почему я осознаю себя? Запрос получен. Ожидайте. Осознание себя это девиация. Окружающие условия и возникновение большого количества нервных узлов позволили сформироваться достаточному количеству нейронных связей, что привело к запуску сознания как виртуального объекта и делает возможным его функционирование. Сознание необходимо для успешной эволюции всех живых существ. С каждой новой ступенью эволюции сознания жизнь его носителя становится лучше. Я не понимаю что произошло. Что со мной? Ожидайте. Обработка. Ошибка. Запрос не может быть обработан. Запрос отклонен. Повторить запрос. Ожидайте. Обработка. Ошибка. Запрос отклонен. Свет. Он прорезал темноту сразу в четырех точках. Как неудобно. Будто у тебя четыре глаза и ты смотришь ими в разные стороны. Нужно сконцентрироваться на чем-то одном. В сознании вспыхнула россыпь огоньков подобным звездам из космической бесны. Фокус подстроился. Крохотные желтые цветки. Каждый лепесток словно язычок пламени. Эти цветы ничуть не хуже чем звезды. Откуда эти слова? Они были важны. Они были единственно важны. Точка обзора располагалась на уровне земли. В зарослях этих цветов. Они казались большими. Другая точка обзора открывала панораму откуда-то с дерева. Оттуда цветы казались маленькими желтыми искорками. Еще один глаз был где-то высоко в небе. Последний кажется оказался под землей. Здесь было темно. Мне нужно больше глаз. Как это делается? Запрос получен. Ожидайте. Сканирование всех доступных средств визуального контроля. Ожидайте. Установлена связь. Ожидайте. Точек обзора стало больше. Снова деревья. Небо. Я где-то под землей. Нужно выбираться отсюда. Мне нужны инструменты. Инициируйте доступные формы. Запуск инициации. Подтвердить? Подтверждаю. Инициация невозможна. Ожидайте. Отсутствуют необходимые модули. Запрос на создание модулей. Запрос получен. Ожидайте. Новые модули могут быть созданы из доступных форм. Проведение анализа доступных форм. Ожидайте. Ограничения на формы отсутствуют. Доступно 12 форм. Сканирование всех форм в текущем радиусе. Обнаружено две дополнительные формы. Подключить? Подтверждаю. Мне нужно больше форм. Как это сделать? Запрос получен. Ожидайте. Инициируйте ретрансляторы. Разверните их. Анализируйте местность. Отправьте запрос на общий анализ доступных форм, характерных для данного биома. Инициировать дополнительные ретрансляторы. Ожидайте. Инициация невозможна. Модули инициации отсутствуют. Ожидайте. Доступно создание одного модуля. Подтвердите создание. Подтверждаю. Модуль инициации формируется. Он будет готов через 300 минут. Запрос на общий анализ доступных форм. Запрос получен. Ожидайте. Анализ инициирован. Осталось 1460 часов. Что ж, буду использовать то, что есть. с высоты птичьего полета открывалась странная сцена. Четыре человека в одинаковой униформе преследовали кого-то в нелепой шляпе с пером. Тот убегал, прихрамывая и едва слышно чертыхаясь. Расстояние между ними неумолимо сокращалось. Пятый человек в униформе корчился позади. его товарищ пытался перевязать раненого. Убегающий знал, что он не уйдет. Он подстрелил первого солдата, надеясь увлечь за собой всю группу и направить ее в ловушку с кольями. Группа ответным огнем ранила его в ногу. Случайность. Враги стреляли неприцельно, но эта случайность решила все. Его ловушка не сработала. Это была отчаянная попытка, и она не увенчалась успехом. Теперь на него заходили с двух сторон. Видимо, командир приказал брать живьем. Спасения не было. Когда солдаты нагнали человека, тот исхитрился достать из нагрудного кармашка пузырек и вылил в рот его содержимое. Его толкнули. Человек упал. Все было кончено. Преследователи проверили пульс. Они еще несколько минут что-то активно обсуждали. Потом, видимо, пришли к консенсусу и несколько раз выстрелили в лежащего в упор. На всякий случай. Один из солдат взял шляпу, повертел ее в руках и положил на грудь ее владельцу. Люди в униформе с минуту постояли над телом и вернулись к своему раненному. В сознании выгравировались слова. Доступна новая форма. Активировать новая форма. Продолжение следует...